Стой! Кругом! Так нельзя. Мы же не фашисты какие-нибудь. Дело к тебе. Понимаете, не только смерть, а ты чё? Такая жизнь. Если не придумаешь, чего у тебя жить на войне, тебя убьют. С необходимостью чётко и быстро ответить, в чём смысл моей жизни, я столкнулся неожиданно в 38 лет. У меня был неразрешённый вопрос, что дальше. И не найдя ответа, я пошёл к своему наставнику. Я волновался, и когда он неожиданно спросил меня, ну хорошо, чтобы помочь тебе, ответь мне на вопрос, в чём смысл твоей жизни? Был явно неподготовлен, я начал путаться, речь была сбивчата. Ну и в целом я выглядел со стороны, наверное, не на все сто. И пометуя об этом, в следующие 10 лет я стал задавать вопросы другим людям. Причём эти люди стояли на абсолютно разных ступеньках социальной лестницы Калининградской области, но ответы были приблизительно похожи. Треть отвечала, что их пугают эти вопросы, они в жизни их гонят от себя. Треть также сбивчиво пыталась ответить, очень походя на меня. А вот треть брала тайм-аут и объясняла, что на такие вопросы надо бы подготовить ответ, им нужно 2, 3, 4, 5 дней. Всё это подтверждает одну фундаментальную мысль. Её я услышал от современных русских философов. Они говорят о том, что современная эпоха, она и не является эпохой смыслов. Это цивилизация средств. И чтобы понять, нужны ли современному человеку смыслы, какую роль смыслы играют в его жизни, я предложу из всего перечня материала, с которым знакомятся слушатели Школы Видения, Сегодня я приготовил вам 5 примеров. И первое это наша отечественная исследовательница из Санкт-Петербурга, Ольга Сачава, которая попыталась установить, какая связь между смыслами и качеством учёбы детей в школе. И выяснилось, что 80% троечников по факту в их семьях родители главным смыслом считают финансовое благополучие. То есть они ходят на работу только ради заработка денег. А вот у 60% хорошистов и отличников родители находят, помимо значимости денег, финансового благополучия, находят какие-то другие смыслы. Второй пример из Германии. Университет города Белефельд и институт имени Бейта в 2017 году, эксперимент достаточно свежий, получили заказ на исследование, как соотносятся смыслы и здоровье. И опросив около 2000 респондентов, выяснилось, что те, у кого на работе или в жизни было меньше смыслов, они болеют в два раза больше, помимо тех, у кого в жизни есть какой-то смысл. Как пример можно вспомнить еще одно значимое исследование, которое провел психолог с мировым именем Мартин Селигман, который задался вопросом, почему в американском обществе в 60-е и 70-е годы такое явление, как депрессия, растет с десятикратной скоростью. И выяснилось, что депрессии могут избежать люди, которые являются частью чего-то. То есть у них есть, помимо их личности максимальной, еще некий смысл. Смысл в помощи государству, в любви к своему отечеству, смысл в семье, смысл в вере. Четвертый эксперимент – это наблюдение известного психоаналитика Бруна Бетельхейма, который являлся узником концентрационного лагеря. И так как он был психоаналитиком, он стал наблюдать и делать выводы, что помогает людям в жизни, оказавшимся в таких нечеловеческих условиях концентрационного лагеря, где каждый день человек может погибнуть. И сделал вывод, что это люди, у которых есть смыслы. Люди идейные, люди коллективные, люди, которые специально придумали себе смыслы ради того, чтобы выжить и так далее. И пятый пример – это Джуди Роден и Элен Лангер с их знаменитым экспериментом в доме престарелых, где на первом этаже престарелых американцев, по сути, лишили права выбора и оставили им только право доживать. Все делали за них. Приносили еду, ставили фильмы, у них не было выбора. А вот на втором этаже людям предложили самим обустроить свою жизнь, ухаживать за растениями, смотреть фильмы такие, как они хотят по их выбору, ну и так далее, так далее, так далее. И помимо других таких шокирующих результатов этого эксперимента оказалось, что через два года смертность тех, кто находился на втором этаже со свободой выбора и со смыслами, оказалась ровно в два раза меньше, чем у тех, кто такого выбора, кто таких смыслов был лишен. Основываясь на этих знаменитых экспериментах, можно сделать вывод, что смыслы человеку необходимы. Попытаемся ответить на вопрос, а как, по какому алгоритму идет поиск этих самых смыслов? Ну, во-первых, никто не имеет права говорить о том, что является смыслом для человека. Я думаю, что это мошенничество. Поэтому мы пошли по другому пути. Этот путь подсказал один советский ученый, но, к сожалению, чье имя у меня не сохранилось в памяти, зато очень хорошо сохранилась суть его теории. То есть для изучения любого явления, любого предмета, по его мнению, нужно было сделать максимальное количество экспериментов, чем больше, тем лучше. И эти эксперименты должны исследовать природу этого предмета со всех точек зрения. Мы пошли по этому пути. Этот путь в школе видения называется «Шведский стол». То есть на столе стоит все. Мы изучаем мнения известных антропологов, историков, экономистов, политических деятелей, руководителей стран, банкиров и многих других с одной стороны. А с другой стороны мы применяем прием, которым у нас научили еще в далеком военно-морском училище. Он называется условно секстант. То есть мы пытаемся решить задачу с другой стороны. Представьте, что для абсолютной власти в фашистском государстве или в диктаторском государстве люди должны как бы быть парализованы, или есть такое прекрасное выражение – унасекомлены. Таким образом мы исследуем первого диктатора еще греческих времен, это Переандр Каринский и фашистскую Германию. Удивительно, но их лоцманские карты совпадают. То есть никакого образования, запрещены школы, сесситии, то есть товарищества, люди обезволиваются, у них нет свободного времени, ну и так далее. То есть это является основой знаний. Конкретно в концентрационных лагерях есть 15-пунктная такая дорожная карта, по которой велись эксперименты, как лишить людей не только воли, но и самой их так называемой самости. Чтобы они как дрессированной собаки даже не раздумывали, какой это пример положительный, нужный, отрицательный и так далее, чтобы они выполняли команду. И первая позиция из этих 15, а остальные мы изучаем в школе, это как раз убрать смысл. То есть человек не может найти смыслов, найти отдушину ни в чем, даже в труде. Когда он делает кирпичи, вроде казалось бы, в труде можно найти упоение и какой-то смысл. Ему подходят и говорят, эти кирпичи дорогой, из них будем делать печь в Освенске, там будет сжигать людей. Вводя итог к вышесказанному, можно сделать вывод и перечислить первые 7 пунктов из достаточно большого перечня. Первое. Такие люди лучше держат удар. Второе. Они не суетятся, они не размениваются, не тратят время, энергию и средства на то, чтобы идти в разные направления. Они четко идут к своей цели, они знают свою дорогу и более того, самой большой мечтой в их жизни является дойти до пункта назначения этой дороги. Они осознанно понимают, чтобы решить эту задачу, надо иметь очень много знаний. Ими трудно манипулировать. И здесь можно вспомнить ниши выражения. Если у человека есть «Зачем?», с высокой долей вероятности он найдет ответы на вопрос «Как?». Напишите, согласны ли вы с известным выражением. Главное в жизни – это смысл, включающий в себя трансцендентный нарратив или высшую идею. Если нет такого смысла, то нет цели движения. Если нет цели, то непонятно вокруг чего сплотить свою волю. Субтитры создавал DimaTorzok